Здравствуйте! Вы смотрите и слушаете новости на CBC и CBC FM. Меня зовут Руфат Халафов. В начале информационного выпуска некоторые из главных тем. Сегодня в село Забух Лачинского района будет отправлена очередная группа переселенцев. На данном этапе будет переселено еще 25 семей, то есть 94 человека. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сделал ряд ложных и предвзятых заявлений на слушание в Комитете по иностранным делам. В частности, он пригрозил Азербайджану, если США не увидят прогресса на мирном треке. Армия обороны Израиля Армия обороны Израиля атаковала резиденцию главы политического бюро «Хамас» Исмаила Ханили, которая, согласно утверждению ЦААЛ, использовалась как инфраструктура боевиков. Переговоры лидеров США и Китая, Джо Байдена и Си Цзиньпиня в Сан-Франциско. После переговоров, как сообщают журналисты Кула Белого дома, состоялся рабочий ужин. Затем Байден и Си Цзиньпинь прогулялись по парку поместья без сопровождения. В соответствии с поручением президента Азербайджана Эльхама Алиева состоялась очередная отправка группы бывших вынужденных переселенцев в восстановленное и реконструированное село Забух Лачинского района. На данном этапе в Лачин переселились еще 25 семей или 94 человека. Таким образом, в селе на сегодняшний день обеспечено постоянное проживание 46 семей или 188 человек. Уроженцы села Забух Лачинского района возвращаются в родные края. Полные надежды на счастливую жизнь с чистого листа. 30 лет армянской оккупации не смогли сломить их дух и веру в возвращение домой. И, наконец, этот день настал. За этот период сменились поколения. Те, кто в далёком 1992 году бежал из населённого пункта со своими родителями, сегодня возвращаются на малую родину уже с собственными детьми. «Слава Богу, нам посчастливилось дожить до этого дня. Сегодня я возвращаюсь в родной город. Нашему счастью нет предела. Хочу выразить глубокую признательность нашему президенту, верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву, доблестной азербайджанской армии, благодаря которым сегодня уже вынуждены бывшие переселенцы, могут с высоко поднятой головой вернуться в родные края, да упокоятся души наших героев, которые отдали жизни на этом пути». Первая группа переселенцев в Забухе была размещена 25 августа текущего года. На этот раз в село переселилось ещё 25 семей, или 94 человека. В общей же сложности количество семей, переселённых в село, достигло 188 человек. Бывшие вынужденные переселенцы выразили готовность вложить все свои силы и энергию в восстановление населённого пункта, его благополучие и процветание, тем самым оказать содействие государству в этом непростом деле. «В числе тех, кто отправляется сегодня в Забух, есть и моя тётя с дядей. Я как раз пришёл проводить их. Дом, в котором они будут жить, полностью готов к заселению. Надеюсь, в следующей группе бывших вынужденных переселенцев, возвращающихся в Лачинский район, будем уже и мы. Как только нам дадут знать, мы сразу же соберём свои вещи и отправимся в путь». «И моя сестра и сестра моей жены в данный момент уже обосновались Забухи. Теперь очередь дошла и до нас. Я возвращаюсь на родину, чему безумно рад. Там наша жизнь начнётся с чистого листа». Возвращение уроженцев Забуха в родное село – это символ надежды и возрождения. Их история – это пример того, как даже после долгих лет конфликта и разлуки с родной землёй, можно найти в себе силы и возможности для восстановления счастливой жизни. Пареда Делов, Анар Алиев, Сибиси. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сделал ряд ложных и предвзятых заявлений на слушание в Комитете по иностранным делам Палаты представителей. Тем самым американский конгрессмен дал ясно понять, США решительно встали на сторону Армении, открыто выразив ей поддержку. Подробности в материале Лидии Молодцовой. В Нижней Палате представители США в Комитете по иностранным делам состоялись слушания по ситуации в Карабахском регионе Азербайджана. Конгрессмены обсуждали события, произошедшие в регионе, и их предпосылки. Перед членами Палаты выступил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, который озвучил довольно странные и предвзятые заявления в адрес Азербайджана. «Мы ясно дали понять, что ничего не будет нормальным с Азербайджаном после событий 19 сентября, пока мы не увидим прогресса на мирном треке, так что мы отменили ряд визитов высокого уровня, осудили действия, и мы не ожидаем подачи уведомлений об отказе от условий дальнейшего выделения помощи до той поры, пока не увидим подлинного улучшения ситуации». Но это ещё не всё. Джеймс О'Брайен указал и на то, что США неоднократно сигнализировали о неприемленности применения силы против Армении. После подобного рода заявления американского конгрессмена теперь уж явно складывается полноценная картина. Очевидно, Вашингтон решительно встал на сторону Еревана, при этом открыто выразив поддержку стране, которая на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией азербайджанские земли, осуществила этнические чистки, геноцид в отношении азербайджанского народа. К слову, в ходе своего эмоционального выступления О'Брайен не забыл упомянуть и российских миротворцев. «В настоящее время там присутствуют российские войска. Это их первый срок, согласно заявлению о прекращении огня 2020 года. Если для Азербайджана и Армении существует альтернатива, участие российских миротворцев больше не понадобится. Они уже провалили свою задачу как миротворцы. Нужно, чтобы российские миротворцы ушли после истечения пятилетнего срока через полтора года. Лучший подход – предоставить обеим странам альтернативу – работать с нами и с Западом». Словесные интервенции США лишь подрывают мир на Южном Кавказе. Этот абсурдный шаг Вашингтона также, безусловно, повлияет на отношения с Баку и еще больше подорвет имидж США, как беспристрастного модератора на переговорах. Американцы любят вмешиваться во внутренние дела других государств, при этом привнося еще больший раздор. Но Вашингтону не стоит забывать, что играть в игры с Баку явно не получится. Право на нашей стороне. Тему продолжим с гостем. На прямой связи со студией главный редактор информационного портала «Милиаз» Ильчин Аллоуглой. Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Вашингтон, как вы могли слышать ранее в материале, отменили ряд визитов на высших уровнях. Вашингтон, который предлагал свой трек для улучшения отношений, сейчас выступает с такими лжезаявлениями. Как сможет и сможет ли Вашингтон в таком случае сохранить этот трек и нужно ли вообще ему это сохранять? Весь вопрос в том, что я получил неимоверное удовольствие. Жалко, что у меня рядом со мной не было Кока-Колы и Попкорна. Но действительно, это был действительно физический бенефис господина Убрайана. Как говорят, это был маленький цирк с конями. Скорее всего, Убрайан желает или жаждет получить в лаврах Живанецкого, но гений Живанецкого, конечно, гораздо выше стоит, чем заскорозную и не очень умную заявление господина Убрайана. Как говорят о визитах, точнее, как говорил мой очень хороший знакомый, больше из Одессы, из Привоза, на этот счет есть два мнения. Первое – мое, второе – неправильное. То же самое с Убрайаном. Я просто хочу уточнить некоторые детали, это для феерического и трагикомическое выступление этого клоуна. Иначе назвать этого человека в принципе невозможно. Мне, конечно, жалко Бенкина, что у него есть такой горе-помощник. Во-первых, господин Убрайан соизволит заметить, что у нас с Арменией есть пути к альтернативу выбора миротворческого контингента. То есть мы должны сопроводить российских миротворцев из Азербайджана, а на его пустующее место пригласит, ну, конечно же, Запад. Альтернатива есть, это Запад. То есть или Запад, или никто. Это по американским лекалам называется выбор, это называется альтернативой, это называется иным путем решения давнишней проблемы. Во-вторых, господин Убрайан забыл, что США уже не является мировым шанталом. США все еще трясут своими ракетами, показывая миру кулак в лице и подобие авианосов, несущими группировками и тому подобное. Но мир уже не тот, мир видоизменился. США до сих пор думают, что они могут ручить глобальные проблемы одним ударом кулака об стол. Но не получится, господа американские, демократы, республиканцы, шаманы, юристники. Китай, Россия, Иран, арабские страны, Турция, Пакистан, африканские страны, страны глобального юга давно уже вырвались из окор всем демократии США. В-третьих, США, оказывается, отменили визиты некоторых официальных лиц и поградили нам пальчиком, сказали, что если мы не будем заключать мирный договор, то отношение американцев к нам не изменится. Тогда позвольте спросить господин Брайан и Россия, кто... Эль-Чимам, вы нас слышите? Эль-Чимам, если вы нас слышите, у вас пропал звук. Мы вас не слышим. Мы восстановим, да, связь с Эль-Чимам... Эль-Чимам... Мы вернемся к теме, да, чуть позже, как только восстановим связь. Пока к другим новостям. Руководство Армении пытается усидеть на двух стульях, сохраняя сотрудничество с Евразийским экономическим союзом, но при этом предпринимая шаги, которые игнорируют интересы России. С таким заявлением выступила официальная представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге. По словам дипломата, если это попытка усидеть на двух стульях, то до добра она никого никогда не доводила. Видимо, власти Армении забыли, что благосостояние страны во многом основывалось на тех бонусах, которые она получала от сотрудничества России и членства в Евразийском экономическом союзе. Это реальные цифры и реальные факты, в отличие от многих пустых заявлений и обещаний, которые дает Запад. Партнеры обращаются к нам с просьбой все это сохранить, а сами тем временем предпринимают шаги, в частности, в сфере безопасности, которые наносят ущерб двусторонним отношениям и которые игнорируют интересы России. Но это что, попытка усидеть на двух стульях или как это все называется? Ну, если это попытка усидеть на двух стульях, она никого до добра не доводила. Захарова также заявила, что Ереван расифицировал римский статут Международного уголовного суда исключительно по политическим причинам. Захарова обратила внимание, что в ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты предложения задействования механизмов Международного уголовного суда без расификации римского статута. Однако армянская сторона не прислушалась к советам и отвернула от себя Россию. Надоела эта словесная эквилибристика, которую мы слышим от некоторых представителей Армении. Ну, правда, это просто недостойно. Надо говорить правду. В ходе двусторонних консультаций российской стороной были выдвинуты соответствующие предложения пойти по пути задействования механизмов МУС без ратификации римского статута. И самое главное, что такая практика имеется. К сожалению, наши предложенные компромиссные развязки были проигнорированы, несмотря на все предостережения, особенно на фоне вот этой вот развязанной через МУС или используя МУС антироссийской политики, развязана она была Западом в отношении руководства нашей страны, официальных лиц, Ирван по чисто политическим мотивам все же принял решение о ратификации. Возвращаемся к нашему гостю, к главному редактору информационного портала, МИЛЯЗ, Эльчин Аллаугул. Эльчин, вам еще здравствуйте. Мы с вами восстановили связь. Как нас слышно? Вас прекрасно слышно. Я прошу свои извинения перед вами и перед зрителем за маленькие червейские деплатки. Только что, пока мы с вами общались, я очень извиняюсь, вас перебью вопросом, который только что появился. Официальный Баку отказался от встречи глав МИДа Азербайджана и Армении в Вашингтоне. По комментариям официального Баку, односторонний подход США может привести к утрате их посреднической роли. Что важно отметить в такой ситуации? Официальный Баку высказал свое мнение и отказался от встречи между министерствами Азербайджана, Армении и США. Вопрос не в самом отказе. Отказ официального Баку, точнее, демарш нашего министерства Азербайджана, он вполне очевиден, он вполне законен и вполне логичен. Почему? Потому что США не рассматривают Южный Кавказ как расходный материал. Все народы и все граждане тех стран, которые находятся в нашем регионе, для США не более чем расходный материал для реализации своих, в кавычках, жизненных интересов. А что касается заявления Министерства иностранных дел Азербайджана, то еще раз повторяю, он логичен и простекает из происходящих процессов. Но как можно назвать США ныне объективным модератором и объективным переговорщиком, есть и сенаторы, и конгрессмены, конечно же, которые опираются на финансовые возможности армянского лобби, армянского кокуса, который функционирует. Как в палате представителей, так и в сенате США, они залезали не то что однобогу, а, откровенно, антиазербайджанскую позицию. Во-первых, США никогда нам не продавали оружие вооруженные техники. Они нам поставляли это оружие для борьбы с международным терроризмом, для защиты наших границ и для обеспечения безопасности в Каспийском регионе и в бассейне Каспийского моря. То есть мы тут защищали интересы Запада. Мы выступали и выступаем как впередний корпус, первый окоп Запада перед лицом международного терроризма и угроз безопасности самому Западу. Во-вторых, США никогда не имплементировали вопрос официальных визитов с позиции Азербайджана. Наоборот, Азербайджан является стратегическим партнером США, по-моему, многих вопросов. Как в обеспечении энергетической безопасности, так в борьбе с международным терроризмом, с наркотрафиком, с торговлей людьми и по многим, очень многим вопросам. Некоторые представители Белого дома и государственных департаментов почему-то в своем порыве помочь Армении и сделать Армении счастливым, даже если армяне сами этого не захотят, они забыли, что Азербайджан и Армения находятся в геополитическом перешивке, где сталкиваются интересы очень многих крупных геополитических игроков. США, если хотят, чтобы мы заключили мир с Арменией, то они должны занять объективную, логическую и, самое главное, честную, справедливую позицию. Защищая Армению, они вдалблены в голову армянам мысли о том, что США всегда и во всем им помогут. Тот же самый сценарий, та же самая дубличная игра, та же самая недостойная поведение некоторых политиков США мы наблюдали и в Грузии, и в Украине. Им тоже обещали кисельные берега и молочные реки, им тоже говорили, что дядя Сэм всегда и всюду будут рядом с ними. Но и в Грузии, и на Украине была война, и ныне идет война. И Грузия, и Украина потеряли очень много территорий и очень большую территорию своих исконных исторических земель. Как помогли США? Грузины почувствовали помощь США? Или украинцы, может быть, почувствовали и увидели реющие флаги, а вынесущие группировок в Черном море? Нет. США их использовали. То есть надо вещи назвать своими именами. Геополитическим кондоминимумом США есть такое понятие, как борьба за до последнего украинца. Увы, это правда. И если кто-то думает, что Россия и Иран будут молча, их хладнокровно наблюдать, как их пытаются вытеснить Южного Кавказа, то эти люди глубоко заблуждаются. Если кто-то думает, что заигрывание США с руководством Армении в лице премьер-министра Пашильяна молча наблюдает в Тегеране и Москве, то они очень глубоко заблуждаются. А что касается самих армян, если они меня смотрят, если они меня слышат, то я хочу их предупредить. Их ожидает очень крупное геополитическое потрясение, даже трагедия. Потому что геополитический разлом, который проходил не на территории Армении, США пытаются привнести в саму Армению. Большего бреда слышать от официальных представителей Государственного департамента мне еще не проходилось. Но как можно обвинить Азербайджан в том, что якобы мы пытаемся захватить некоторую территорию Азербайджана? Вот это истинный, незамученный бред скользящего сознания, как писал Логейнер. И армяне еще долго будут проклинать тех политиков, которые довели их до такого, в кавычках, дружеского объятия с мировым жандармом. Потому что мировой жандарм после Второй мировой войны, когда у них был первый и последний удачный опыт помощи другим странам, везде, где бы не рейл звездно-полосатый флаг, там были трагедии, там были войны, там были перевороты. Там гибли сотни тысяч и миллионы людей. Нигде США, вопреки своим обещаниям, никогда не держали слова. Так было в Вьетнаме, Ираке, Бивии, Сомали, Судане, Вьемене. Да везде, где есть присутствие США, там есть кровь, трагедии и несчастья. И вот это все Белый дом пытается привнести в Южный Кавказ. Я просто предупреждаю Армению и армян. Ничего хорошего это им не судят. Абсолютно и тотально ничего хорошего они не могут ждать и не должны ждать от такой помощи от США. Потому что выдавнение крупных региональных геополитических и геостратических игроков с нашего региона, она не будет безболезненна. Если рассматривать вот эти новые выпады США на Азербайджан, вы объяснили, чем они обусловлены. Но можно ли к этим обусловленностям отнести нынешние ухудшения отношений от того, что Россия, Армения точнее, отвернулась от России. И вот сейчас Вашингтон хочет занять место того самого, в кавычках, партнера Армении. Вопрос в том, что я еще раз повторяю, армяне, жители Армении, не Спрюк, не диаспроармянская, не жители Глендейла или Маяна или Филадельфия. Но именно жители Армении для США являются кустышкой, расходным материалом. И совершенно не жалко тем сенаторам и конгрессменам, которые, сотрясая воздух, пытаются надавить нас. Да, Азербайджан не та страна, которая может соперничать геополитические, геостратегисты в военном плане и финансовом плане США. Да, у нас нет такой детальнической, огромной армии, у нас нет таких технических средств. Но на нашей стороне международного права, на нашей стороне гордость, независимость, суверенитет и, самое главное, честность. Мы всегда вели себя честно со всеми нашими партнерами, со всеми нашими союзниками, в отличие от некоторых государств. Мы никогда не обманывали своих партнеров, говоря одно, делая второе, а задумывая о третьем. США очень нечестно начали поступать в отношении азербайджан. Причем это было до этого. Сперва путем многих негосударственных фондов, якобы международно-независимых организаций, США пытались устроить цветную революцию в Азербайджане. Когда это не удалось, они попытались как можно оттянуть решение Карабахской проблемы. И когда это тоже не удалось, США решили поградить нам пальцами, сказать, что мы не можем провести антитеррористическую операцию на своей территории. Но не буду называть имен и показывать пальцев. Есть такая страна, которая везде и всюду убивает людей, неугодных ему, которые он считает неугодными и опасными для своих геополитических интересов. Есть такая страна, когда президент этой страны, встречаясь с лидером Китая, тут же после встречи начинают обзывать его диктаторов, кровопийцей, нарушителем и душителем свободы. Это неэтично, мягко говоря. И есть такая страна, когда везде и всюду пытаются устраивать перевороты, убрать неугодных. Для этой страны политическое убийство, заказные убийства, для этой страны оккупация, для этой страны все то, что противоречит гражданам право, это образ и принцип действия. Азербайджан не удастся запугать никому, абсолютно. В Азербайджане сложилась уникальная ситуация, когда народ тотально доверяет своего президента. Президент абсолютно и тотально уверен в своем народе. А армия является некритическим звеном между президентом и народом, потому что армия и есть этот народ. Вот. Нас невозможно победить. Да, нас можно победить на поле боя. Мы не можем соперничать с США ни в области крылатых ракет, ни в области баллистических ракет. Но нашими баллистическими ракетами является принципы международного права. А нашими танками, я несущими группировками, является правда и справедливость. А она на нашей стороне. Поэтому никто даже в мыслях, не мы должны допускать, говорит с нами в таком тоне. Илья Чуманин, вот последний финальный вопрос. Вы сказали, что Армению ждет крупный геополитический кризис. Можно вы немного подробнее расскажете, что ее может ждать, и в целом, как прокомментировать, дополнить вот этот крупный геополитический кризис? Чем ее ожидает? Под тусклым ноябрьским солнцем, когда в Конгрессе США прошли эти слушания, которые были инициированы проармянского лобби, а точнее армянский национальный конгресс, где в виде лупия выступал Азербайджан, то это в США дали секретные гарантии Армении. Список состоял из 13 пунктов. Среди этих пунктов было оказание прямой военной помощи, оказание материальной помощи, оказание помощи в виде энергоносителей и т.д. Это там много легче. США хотят одного. Контроли над всеми трансрегиональными и региональными маршрутами и логистическими путями. США хотят единственное того, чтобы сангельсовский коридор, который свяжен с Западом и Востоком, был под полным и тотальным контролем Запада. Не только США, но и под контролем Европейского союза и особенно легкотлетом этого союза Франции. И США хотят выдавить Россию и Иран не только из Армении. Это их первая цель. А вообще из Южного Кавказа. Но это не получится, потому что США до сих пор в течение 40 лет не смогли выдавить Иран не только из Южного Кавказа, но и из ни одной геополитической локации, которую мы наблюдаем, начиная с Большого Кавказского хребта, заканчивая Армудским проливом. А также Россия, да, она очень ослабла. Да, она ослабла в политическом, финансовом, в военном плане из-за войны в Украине, которую она ведет, это оккупационная война, если вещи назвать своими венами. Россия ведет откровенно оккупационную, весточайшую и несправедливую войну против гордого и независимого украинского народа. Я абсолютно уверен, что Украина вынуждена, должна и победить на этой войне. Но, несмотря на это, Россия является исконным актером, причем дальнейшим вековым актером на Южном Кавказе. И выдавить Россию не получится. И вот, исходя из этого, как я говорил, США приносят не холодную войну на территорию Армении, а именно горячую войну. И армяне, скорее всего, почувствуют уже очень в ближайшем времени, очень скоро почувствуют, что означает покровительство США против России. Потому что Армения связана с сотнями, тысячами узами и коммуникациями с Россией. Взамен этим коммуникациям США ничего не смогут дать Армении. Кроме обещаний, кроме прямой финансовой помощи, и кроме нескольких военно-транспортных самолетов с невостребованными для США оружием и военно-техниками. То же самое с Францией. Армения проиграет в этой геополитинской войне, в этой геополитинской поединке среди больших тигров. Приведу опять же одесский пример. Представьте маленькую однокомнатную квартиру, куда впустили слона с пикиботом. В давке между слоном и пикиботом, скорее всего, будет раздавлен сам хозяин квартиры. В Армении ожидать именно учись в хозяинах этой однокомнатной квартиры. Благодарю вас за ваши ответы, Ильич. Я напоминаю нашим зрителям, что на прямой связи со студией был редактор информационного портала Милиас Ильичин Алоглу. До свидания. Односторонние и предвзятые высказывания помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса Убрайена на слушаниях подкомитета по Европе, комитета по иностранным делам Палаты представителей Кагреса США 15 ноября 2023 года неэффективны, необоснованы и неприемлемы. Говорится в комментариях Министерства иностранных дел Азербайджана. В заявлении отмечается, что эти слушания и выступления расцениваются как удар по отношениям между Азербайджаном и США в двустороннем и многостороннем форматах. Обвинения, выдвинутые против Азербайджана, не только необоснованы, но и подрывают мир и безопасность в регионе. Молодежное крыло армянской секретной армии освобождения Армении. Асала взяла на себя ответственность за нападение на центр еврейской общины в Ереване. В заявлении по этому поводу подчеркивается, что нападение произведено в знак солидарности с палестинским и ливанским движениями сопротивления сионизма. Кроме того, отмечается, что в Ереване и других городах Армении расклеены листовки на армянском языке с эмблемами исторической Асала, Хамаса и Хизбаллы с подписью «У нас общий враг». Армия обороны Израиля провела операцию в больнице Ашифа на севере сектора Газа, под которой расположен командный пункт Хамас. Более ста израильских военных обыскивали здания, проверили пациентов и персонал. Затем израильское правительство показало кадры, на которых в больнице было найдено вооружение, принадлежащее Хамас. Армия обороны Израиля обнаружила оружие и технологическое оборудование, принадлежащее Хамасу, во время рейда в среду на больнице Аль-Шифа в городе Газа на севере Анклава. Об этом сообщил советник израильского премьера Марк Реги в интервью американскому телеканалу. Ранее стало известно, что израильские военные вошли на территорию крупнейшей в секторе Газа больницы Ашифа. Израиль утверждал, что под больницей оборудован командный пункт Хамас. Сахал отмечал, что проводит аккуратную и точечную операцию против Хамас вдали от пациентов и медперсонала, и что военные также доставили на объект медикаменты и медицинские принадлежности. «Дело в том, что Хамас использовал больницу для прикрытия, и нам было очень тяжело различить бойцов Хамас от обычных граждан, ведь они не носят форму. Это требует большого профессионализма, и он у нас есть. То, что сделал Хамас, является преступлением на международном уровне, и международные организации должны осудить данный террор». «Итак, мы находимся у больницы Аль-Шифа. Израильские войска вошли сюда несколько часов назад, и мы очистили территорию. Убедитесь, она безопасна. И несколько самых интересных вещей, которые мы обнаружили, полностью подтверждают, без всякого сомнения, что Хамас систематически использует больницы в своих военных операциях в нарушении международного права. И то, что мы нашли, я думаю, это лишь верхушка айсберга. Позвольте мне показать вам несколько примеров. Здесь пациенты приходят за услугами МРТ. Мы пройдём в более укромное место, и освещение здесь выключено, поэтому мы используем фонарики. Сейчас мы, как вы видите, в МРТ-комнате. Я не знаю, когда этим пользовались в последний раз, но это определённо аппарат МРТ. И если вы последуете за мной, за аппаратом МРТ, я покажу то, что наши войска разоблачили всего несколько минут назад. С военной точки зрения, это сумка с захватом и уходом комбатанта Хамаса. И если вы увеличите масштаб, вы сможете увидеть военную технику. Есть АК-47, есть патроны. Здесь есть также гранаты. Конечно, обмундирование и всё это было спрятано очень удобно, секретно, за аппаратом МРТ. На другой стороне мы нашли рюкзак с чем-то важным, похоже, очень важным, включая ноутбук. И мы вам это сейчас покажем. Пойдём посмотрим следующую комнату. Боевики палестинского движения Хамаса отрицают, что их оружие было спрятано в больнице Ашифа. Как сообщает одна из местных газет со ссылкой на представителей Хамаса, боевики назвали сняты израильскими военными в больнице кадра оружия постановкой и пропагандой. Тем временем Совет Безопасности ООН принял резолюцию, призывающую к срочным и продлённым гуманитарным паузам и коридорам в секторе газа. Это была первая резолюция, принятая Советом Безопасности ООН с момента начала последнего этапа Палестино-израильского конфликта. «Совет должен был принять более всеобъемлющую и решительную резолюцию гораздо раньше. Несмотря на это, резолюция по-прежнему имеет положительное значение как первый шаг на пути к прекращению огня и минимальному запросу о спасении жизни, что помогает предотвратить более масштабный гуманитарный кризис и катастрофу». Окрестности больницы Ашифа попали под обстрел израильской армии 12 ноября. В результате учреждение осталось без электроснабжения. В тот же день, по словам главы ВОЗ, Ашифа перестала функционировать как больница. Почти с первого дня войны с Хамасом представители ЦАХАЛ заявляли, что на территории Ашифа находится главный командный пункт палестинского движения. Бенуфчан Азар в Асибиси. Армия обороны Израиля ночью атаковала резиденцию главы политического бюро Хамаса Исмаэла Хани, которая, согласно утверждению ЦААЛ, использовалась как инфраструктура боевиков, а также была местом встречи лидеров Хамас. Об этом сообщает пресс-служба армии обороны Израиля. Утверждается, что резиденцию Хани использовали боевики Хамас и часто старшие лидеры группировки встречались именно там. В Сан-Франциско завершились переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Димпина. Белый дом назвал их откровенными и конструктивными. МИД Китая как откровенные и глубокие. А так, а сразу после встречи Байден вновь называл Си Цзиньпина диктатором. По итогам переговоров с президентом США Джо Байденом, которые длились почти два с половиной часа, председатель КНР выразил надежду, что Вашингтон отменит односторонние санкции, чтобы обеспечить честную и справедливую среду для китайских предприятий. Си Цзиньпинь также заявил, что надеется на светлое будущее китайско-американских отношений, несмотря на межгосударственные и культурные разногласия. Американский лидер также планирует улучшить двусторонние отношения, в частности, возобновить контакты военных ведомств двух стран, прерванные после резонансного визита бывшего спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Критически важно, что мы возобновляем прямые военные контакты, которые, как вы знаете, были прерваны и вызывало беспокойство, что может произойти в случае недопонимания. Итак, мы возвращаемся к прямым, открытым и ясным связям. Мы реализуем подход в лучших традициях американской дипломатии. Мы ведем переговоры с нашими соперниками. Мы собираемся продолжать, сохранять и развивать дипломатию высокого уровня с КНР во всех направлениях и поддерживать открытыми линии связи, в том числе между председателем Си Цзиньпином и мной. Президент Соединенных Штатов высказал необходимость принять меры по предотвращению конфликтов в свете конкуренции между его страной и Китаем. Джо Байден подчеркнул важность поддержания прямого и честного диалога в этом контексте. Си Цзиньпин согласился с Байденом, отметив, что для двух крупных стран, таких как Китай и США, повернуться спиной друг к другу не является вариантом. Мы стремимся построить больше мостов и проложить взаимодействие между людьми, а не создавать различные препятствия и культивировать менталитет холодной войны. Сегодня я достиг важного консенсуса с президентом Джо Байденом. Обе страны ведут дополнительные меры для облегчения обмена персоналом и поощрения культурных обменов, включая увеличение количества авиарейсов между Китаем и Соединенными Штатами, проведение диалогов на высоком уровне по туризму и оптимизацию процесса подачи заявлений на получение виз. Однако переговоры и даже совместная прогулка в одном из поместьй не изменили мнение Байдена о лидере КНР. Американский лидер в ходе пресс-конференции по итогам переговоров вновь назвал Сыдиньпиня диктатором. На вопрос, по-прежнему ли он готов, как и ранее, в этом году назвать китайского лидера диктатором, Байден ответил, что он им является, потому что руководит страной, опирающейся на форму правительства, полностью отличающейся от США. Реакцию из Пекина долго ждать не пришлось. Официальный представитель МИД Китая Мео Нин прокомментировала заявление Байдена как неверное и безответственное, добавив, что Китай решительно выступает против политических манипуляций. Ранее между США и Китаем уже разгорался скандал после того, как американский президент Джо Байден назвал китайского лидера Сыдиньпина диктатором на мероприятии по сбору средств для его предвыборной кампании в Калифорнии. Выброс новостей продолжит моя коллега Салат Эмирзаева, которая представит новости экономики. За 10 месяцев текущего года в Азербайджане увеличилось производство электроэнергии на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом выработано 24 млрд 320 млн кВт-ч. В то же время отмечается рост экспорта электроэнергии из Азербайджана на 12,2%. Импорт вырос на 64,3% по данным Министерства энергетики Азербайджана. При этом в структуре генерации свыше 22 млрд 213 млн кВт-ч приходится на теплоэлектростанции. 8 млн кВт-ч это возобновляемые источники энергии, в том числе более 1 млн 800 тысяч вырабатывается на гидроэлектространциях, написал министр энергетики Парвиз Шахпазов на платформе ИКС. В Азербайджане началась работа научно-практической конференции международный транспортно-логистический коридор «Импульсы развития из Зангелана». Основные темы обсуждения экспертов из разных стран – влияние международных транспортных коридоров на экономическое развитие на евровизийском континенте. Также участники конференции рассмотрят аспекты проекта Зангизурского коридора и его интеграции в существующие транспортные системы. Еще одной важной темой являются развитие цифровизации логистических систем, проблемы, мешающие внедрению инновационных таможенных механизмов в странах, расположенных вдоль Зангизурского коридора. Также в Зангелане состоялось заседание министров транспорта Организации Тюркских государств. В конференции участвуют сотрудники соответствующих ведомств, ученые, руководители международных транспортных компаний, всего более 200 человек, в том числе гости из 15 стран. Конференция продолжится завтра в Баку. Зангизурский маршрут является частью масштабной транспортной магистрали среднего коридора, в котором заинтересованы многие страны. Он позволит соединить рынки Азии и Европы более коротким и безопасным путем. Об этом интервью CBC заявил советник министра цифрового развития транспорта Азербайджана Рашад Байрамов на полях международной конференции в Зангелане. Мероприятие на тему международный транспортно-логистический коридор импульсы развития из Зангелана стартовало сегодня. По словам советника министра Зангизурский проект имеет широкие перспективы, которые охватывают целый ряд нынешних и будущих проектов. Это и железнодорожный проект, который идет от Городиза в Ахбенд, который на данный момент находится в состоянии постройки, строится и приблизительно на 50% уже, наверное, завершен. Есть также автомобильная дорога, которая проходит параллельно железной дороге. Там работы завершены приблизительно на 80%. Кроме этого, после территории Азербайджана естественно дорога должна проходить через территорию Армении. И, как вы знаете, сейчас в качестве альтернативы буквально недавно был также подписан протокол намерения между Ресулика Иран и Ресулика Азербайджан о прокладке маршрута на территорию Нахичевани через территорию Ирана. Без цифровизации невозможно обеспечить необходимую скорость передвижения товаров, отметил представитель Министерства цифрового развития и транспорта. Современные технологии обработки данных нужны в таможенных процессах, на контрольно-пропускных пунктах, на выдаче электронных разрешений для грузоперевозчиков и в ряде других процессов, сопровождающих перевозки по среднему коридору. На данном этапе и азербайджанские железные дороги и железные дороги других государств, сопредельных и участвующих в среднему коридоре ведут работы по цифровизации коридора. Трудно сказать, когда и в каком объеме понадобится инвестиция на этот проект, но я хочу вас заверить, что для Азербайджана этот вопрос является очень важным, потому что мы понимаем, что без полной цифровизации коридора будет трудно достичь, будет трудно привлечь и сохранить за собой грузопотоки, которые идут из стран Азии в страны Европы. Инициатива президента Ильхама Алиева о создании Центра труда Организации Исламского Сотрудничества со штаб-квартирой в Баку была единогласно поддержана странами-членами ОИС. Об этом сказал замминистра труда Азербайджана Анар Керимов на презентации 5-й конференции министров труда стран-членов организации, которая запланирована на 21-23 ноября в Баку. Также на следующей неделе Центр труда ОИС приступит к своей работе. Он будет расширять сотрудничество в рамках социального партнерства и трудовых отношений. Говоря о министерской конференции, отметим, что в ней примут участие около 300 экспертов. Как отметил Анар Керимов, мероприятие будет содействовать расширению сотрудничества между странами-членами ОИС в сфере труда, занятости и соцзащиты. Мы ожидаем приезда в Баку около 300 участников конференции, которые ознакомятся как с нашей культурой, так и с нашими возможностями. Это послужит развитию взаимодействия между нашими странами, в частности, используя наш опыт в вопросе ДОСТ. На конференции будут рассмотрены вопросы развития социальной сферы стран-членов организации исламского сотрудничества, рынка труда, занятости, ликвидация безработицы, сокращение бедности, развитие человеческого капитала и трудовая миграция. Обсуждение этих тем создаст возможность как для расширения отношений сотрудничества, так и обмена полезной информацией и опытом в данных направлениях, подчеркнул замминистра. На брифинге также был показан видеоролик об отношениях Азербайджана с ОИС, о продвижении исламских ценностей в мире и укреплении исламской солидарности. В Баку в рамках глобальной недели предпринимательства прошел Всемирный форум малого и среднего предпринимательства. Мероприятие, организованным при поддержке Министерства экономики, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса и Международного совета по малому бизнесу приняли участие государственные чиновники, представители международных организаций, бизнес-ассоциаций и бизнесмены. В последние годы государством реализуется целевая политика по эффективной поддержке и устойчивому развитию малого и среднего предпринимательства. Работа ведется в рамках мер по диверсификации экономики и стимулированию развития ее конкурентоспособных секторов. По словам заместителя министра экономики Азербайджана Сахиба Мамедова, ключевым фактором в реализации адресных мер и эффективной госполитики по поддержке малого и среднего бизнеса является координация мер в этой области. Государство реализует комплексные меры поддержки развития малого и среднего бизнеса, включая бизнес-среду, новые организационные модели, меры поддержки и современные услуги. Эти меры адресованы микро, малому и среднему бизнесу. Помимо этого, в рамках общей поддержки программы для МСБ в 2017 году создана КОБИА для совершенствования государственной политики в указанном секторе и повышения эффективности реализуемых мер. Сегодня КОБИА создана постоянная координационная группа, состоящая из уполномоченных представителей. Инициативы по поддержке бизнес-среды в Азербайджане приветствуются действующими в стране местными и зарубежными компаниями. Об этом заявил глава агентства по развитию малого и среднего бизнеса. По словам Орхана Мамедова, не случайно в прошлогоднем отчёте бизнес-среда в Азербайджане, подготовленном при поддержке Европейского Союза, КОБИА вошла в ТОП-5 по оценке отношений европейских компаний к продолжающимся местным реформам и деятельности структур. КОБИА успешно сотрудничает с соответствующими структурами и организациями стран-партнёров. У нас две главные цели – расширение институционального сотрудничества, поддержка прямых контактов между местными субъектами предпринимательства и потенциальными зарубежными партнёрами. В подписанных со странными партнёрами меморандумах отражены такие вопросы, как реализация инициатив, представляющих взаимный интерес, организация бизнес-миссий и обмен передовым опытом. В то же время наше членство в нескольких международных организациях облегчает доступ к широкой сети партнёров. Это, в свою очередь, создаёт дополнительные возможности для наших бизнесменов. Более того, КОБИА стала первой организацией, которая начала цифровую трансформацию при участии Международного Совета по малому бизнесу. Как сказал президент ICSB перейти на новый формат работы продемонстрировало гибкость и приверженность общей миссии. Он также отметил, что стратегическое и географическое положение, развитая инфраструктура и человеческий капитал делают Азербайджан важной частью шёлкового пути. Азербайджан расширяет горизонты различных секторов, демонстрируя удивительное разнообразие предпринимательских начинаний. От передовых разработок в области генетики до устойчивых методов снабжения продовольствия. Достижения в области солнечной энергетики, а также инновационные подходы в переработке отходов – это только начало значительных преобразований. Перемены происходят не только в различных отраслях, но и в менталитете, в более широком видении того, чего может достичь предпринимательство по мере взаимодействия с лидерами бизнеса и использования их идей и энтузиазма. Всемирный форум нацелен на изучение передового опыта поддержки и развития малого и среднего бизнеса, расширение институционального партнёрства, выявление новых возможностей сотрудничества. Перенять опыт Кобио стремятся ряд других стран. Нашей целью является изучение опыта Азербайджана по развитию и поддержке малого и среднего бизнеса. Мы планируем в эти дни подписать меморандум о совместной деятельности с агентством по развитию малого и среднего бизнеса. Считаю, что подобные мероприятия важны, поскольку позволяют деловым и государственным учреждениям собираться вместе и обмениваться идеями. И Кобио стало примером агентства, которое своими политическими инструментами оказывает поддержку МСБ в стране. Сотрудничество и многофункциональный характер платформы Международного совета по малому бизнесу, широта сети его участников и спектр предоставляемых советом услуг создают возможности для каждого учреждения и организации в Азербайджане. Анастасия Панарина, Сабина Мурадова, Фейруз Рагимов, Сибиси. Это были все актуальные новости к этому часу. Руфат. Спасибо, Салатан. Салатан Мюзайва представила новости экономики. Но мы продолжаем. Научно-практическая конференция «Международный транспорт и логистический коридор импульс развития из Зангелана» продолжает свою работу. На конференции обсуждается влияние международных транспортных коридоров на экономическое развитие на Евразийском континенте. Ход конференции отслеживает моя коллега Эллада Мамедова, которая подключается в прямом эфире. Эллада, здравствуй, слово тебе. Здравствуйте, студия. Вы верно отметили научно-практическая конференция в Зангелане продолжается уже несколько часов. И основные темы обсуждения это влияние международных транспортных коридоров на региональную и глобальную экономическую стабильность. И, конечно же, одной из основных тем стал Зангизурский коридор. А подробнее о самой конференции и о роли Зангизурского коридора нам расскажет председатель управления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Я хотела бы спросить у вас про Зангизурский коридор. Как известно, Армения уже длительное время препятствует его запуску. И недавно был предложен альтернативный вариант через территорию Ирана. Что вы можете сказать на этот счет и скажите о преимуществах и недостатках обоих вариантов? Ну, вообще, надо отметить, что Зангизурский коридор это было обязательство Армении под трехсторонним заявлением, обязательство которое, в принципе, влекло пользу для самой Армении. Потому что страна, которая изолирована с транспортной точки зрения, могла бы получить выход через Азербайджан на Россию и через Нахчеван, Джульфу в Иран и так далее. К сожалению, она это дело затянула и Азербайджан нашел альтернатив через Иран. В чем преимущество и в чем недостатки? Ну, с Ираном сейчас у нас достаточно отношения сложные, но они идут на улучшение. Идет позитивная динамика. Но надо учитывать, что эта страна непростая. Поэтому в будущем мы должны это тоже учитывать, что идеальный вариант были бы две артерии. в этом отношении с Ираном время от времени возникают политические вопросы. Что касается Армении, для нас самый основной вопрос это безопасность этого коридора, кто будет охранять. И здесь тоже, учитывая, что, как говорится, с Арменией есть груз проблем прошлого, конфликт, здесь тоже есть определенные политические риски. Но, как видите, в регионе вообще без политических проблем нет. То есть это все время хита, время от времени возникает. Поэтому я думаю, что это все надо взвесить. И, в общем-то, на сегодняшний день, учитывая, что Армения пока не конструкционную позицию, скорее всего, мы будем идти с Ираном. Пока что этот проект будет осуществляться. Спасибо вам большое. Я отмечу, что на наши вопросы отвечал председатель управления Центра анализа международных отношений Фарид Шафиев. Отмечу, что конференция продолжается и в ней участвуют более 200 человек из 15 стран. Мы продолжим отслеживать события и делиться с вами последними новостями. На этом у меня все. Студия. Спасибо, Иллада. Иллада Магедова рассказала о работе научно-проактической конференции. Но это были все новости к этому часу. Что вы будете в курсе событий? Смотрите СБС и служите СБС и ФРМ. Субтитры создавал DimaTorzok